Если вы хотите узнать про последнее обновление Advanced Roleplay, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика, как и всегда, ну вы уже знаете, что я тут скажу, поэтому я просто могу сказать, чтобы вы зашли в описание, там будет IP и на Аризону, и ссылочка на телеграм-канал, в общем, там будет абсолютно все, что вам только будет нужно. Поэтому заходите туда, не раздумывая, и везде заходите, подписывайтесь, там устанавливайте колокольчики. В общем-то, вы сами все знаете. Вот, друзья, казалось бы, сейчас вот идет вся эта пандемия коронавируса, карантины, везде. Достаточно большой онлайн, даже на GTA Samp серверах, даже Samp бьет рекорды по онлайну. Там уже около 60 тысяч игроков играют, вот, ежесекундно, вот, каждый час, каждый день, более-менее онлайн. Насколько я понимаю, не опускается ниже 50 тысяч вообще. То есть, такого, в принципе, сейчас нельзя найти, потому что карантин, и, в принципе, людям нечего делать. А людям со слабыми компьютерами, тем более, нечего делать. И, разумеется, абсолютно все GTA Samp серверы хотят как-то удержать народ. Представить какое-то инновационное, нормальное обновление, которое смотрелось бы неплохо, игрокам бы нравилось и удерживало их на сервере. И вот, Arizona Roleplay не так давно ввела целый пак обновлений со всем этим. Ввела коронавирус, ввела маски от коронавируса, и там еще много-много всего. То есть, вот, чтобы вы понимали, то есть, видео без воды, абсолютно, абсолютно без воды, на 10 минут. Вот, чисто вот там вот обновление вам показывают, рассказывают про него немного, и вот следующее обновление. И это не считая поста в группе Arizona Roleplay, который расписан прям вот на большое количество слов, и которые вы вот абсолютно все можете почитать. То есть, там багфиксы, какие-то новые добавления, и вот все-все-все прочее. А также красивая презентация всего этого. И тут Advanced Roleplay решает выпустить свое обновление. То есть, на форуме есть даже тема с отдельными предложениями по обновлению. То есть, одна из тем, которая там была вроде как более всего залайкана, и более всего вот там было вот всех вот этих отзывов, чтобы люди, мол, якобы вот все делали так, как нужно. То есть, прям вот полная инструкция того, как все это должно выглядеть. То есть, Андрею Ринга нужно просто это реализовать. И времени у него на этом много. То есть, он сидит дома каждый день, там, знаете ли, вот на всем этом карантине, на пандемии, то есть, выходить ему некуда. Сиди да делай обновление. Но нет, Андрей Ринга как бы представил новое обновление в стихотворной форме. Вот сейчас вы можете видеть его фотографию в цвете. Как бы вот это вот Андрей Ринга, знакомьтесь. Как бы это он благополучно. То есть, он представил все это обновление в стихах. И обновление заключается в том, что добавили карточную игру дурак для казино. И, казалось бы, казино на адванс рулиплей это ходовая тема. Там люди проводят большое количество времени. И то, как оно сделано именно там, оно сделано неплохо. Мне вот прям очень сильно нравится, наверное, даже больше, чем на Аризоне. Конечно же, с рулиплей на составляющие это не особо хорошо. Как бы, ну, ладно. Мы на это абсолютно точно закроем глаза. То есть, на Аризоне рулиплей это более продумано с рулиплей на составляющие. Ты покупаешь фишки, на них там играешь. А потом продаешь вот эти вот все фишки в казино с комиссией. Там в 50%. И, в общем-то, выходишь как-то со всего этого более-менее в плюс. На адванс рулиплей же другая система. Там вот кости. И вот реально ты кидаешь кости с человеком. Вроде как максимальная сумма того, сколько может выпасть, это 6. И после всего этого ты смотришь на то, что там выпадает, что там не выпадает. И вот выигрываешь то, что вот тебе было нужно. Однако на Аризоне рулиплей вся эта система более продумана. Ну, на это как бы ладно. Продумана и продумана. Кому это, в общем-то, в самом деле нужно? Главное, чтобы работало оно все как часы. И, казалось бы, у Андрея Ринга большое количество времени для того, чтобы использовать все вот эти вот преимущества своего времени и всего прочего. То есть, столько всего предлагают на форуме адванса рулиплей, сколько не предлагают ни на одном форуме. Лично я пока играл, я насоздавал столько тем, столько предложений того, что можно было бы улучшить и так далее. А на адванс роллиплей играют вот прям, знаете, такие отбитые школьники, которые задизлают какой-то абсолютно любой видеоролик. И как бы, ну, вы сами должны понимать, что у них-то фантазия работает намного лучше, чем у всех других людей. Поэтому они должны как бы в этом смыслить намного больше. Но по итогу мы получаем то, что было реализовано уже очень давно и типа, ну, на полном серьезе. Что это вообще такое? Я не понимаю, как вообще ты до этого додумался? Но это было реализовано уже даже на СамПРП. На СамПРП это было реализовано. Я не хочу сказать, что СамПРП это какое-то обновление. Может быть, плохое, но хотя бы не позорно. Это самое главное. Плохой сервер просто на СамПРП обновление это прям целый праздник. А тут, то есть, ну, ты че серьезно вот это вот все делаешь или как? Я не отрицаю. Вполне возможно, что на адванс роллиплей эта система выстроена намного лучше, чем на всех остальных серверах. Но, тем не менее, у тебя столько времени, столько возможностей, столько всего. Еще даже вроде как люди на твоем этом детище играют. Почему нельзя сделать что-то нормальное? Хотя бы, ну, хоть что-то. Почему? Я вот просто всего этого не понимаю. Если у вас есть какие-то предположения по данному поводу, то вы всегда можете их выразить в комментарии больше четырех слов. Если он меньше четырех слов, то это, разумеется, очень плохо. И вообще непонятно, зачем такой комментарий нужно писать. А вообще, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. IP Arizona Roleplay Phoenix, а также ссылочка на мой телеграм-канал, находится в описании данного видеоролика. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok